Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела вместе с вами начать кроить и шить платье из шерсти. Придумала вот такой фасон. Вы сейчас как раз можете убедиться, что модельер из меня не очень хороший, но иногда хочется все-таки попробовать и придумать какой-то свой дизайн. Хотя, конечно, подобных платьев в интернете много. Самое интересное, что когда я уже сшила свое платье, мне постоянно стали попадаться на просторах сети какие-то похожие варианты. Я буду моделировать на основе выкройки из журнала Бурда, но давайте пока рассмотрим, какие же у нас детали будут на платье. Поскольку ткани у меня всего 1,6 метра, как раз такой небольшой метраж и натолкнул меня на идею смоделировать что-то интересное, потому что не получится сделать длинное платье, оно будет всего лишь до колен. Также рукавчик будет короткий, опять же, потому что ткани недостаточно. И вот чтобы на таком небольшом отрезе сделать что-то интересное, я решила добавить вот такие встречные складки на лифе. Также будет небольшой поясочек. И, в принципе, у нас получится платье полуприлегающего силуэта, такое платье-трапеция с пояском. И вырез я хочу попробовать каре. Я уже сшила одну вещь с таким вырезом, не показывала ее на канале, это просто такой джемперок небольшой. Но, в принципе, вырез мне понравился, поэтому я решила попробовать его повторить еще раз вот уже на платье. В качестве базовой выкройки я буду использовать вот такое платье-трапеция из журнала Burda 2-2021. Очень хороший номер, много здесь интересных выкроек. Буквально недавно мы моделировали, опять же, на базе из этого журнала другое платье. И сегодня у нас вот такое вот платье-трапеция, короткий рукав, круглая горловина и нагрудная выточка. У журнальной модели очень интересно оформлена горловина спинки. У нее нет застежки и скругленный край. Мне такой вариант не подходит, поэтому я буду переделывать скругление на самую обычную горловину, как у базовой конструкции. А вот встречную складку по центру спинки я решила оставить, потому что, на мой взгляд, она сочетается со складочками на полочке, которые я придумала сделать. Журнальную длину я решила немножко изменить. Она тут красивая, но я все-таки решила добавить 8-10 сантиметров, чтобы использовать весь отрез, который у меня есть. Так что мое платье будет чуточку подлиннее. Добавила 8 сантиметров, но там еще, знаете, на подгибку немножко уйдет. Ну, может быть, где-то примерно так на мне платье и будет смотреться, потому что мой рост чуть выше среднего. Моя ткань это рыхлая 100% шерсть. Ну, может быть, есть чуть-чуть добавок дополнительных, но все-таки больший процент здесь именно шерсти. Интересное грубое плетение, такое немножко подлен. И этот отрез лежал у меня долго, как раз из-за того, что плетение грубоватое, и на какое-то платье из-за рыхлости, из-за цвета, из-за мягкости этой ткани я отрез пристроить не могла. Хотела сшить из этого отреза жакет, такой в стиле Шанель, короткий, может быть, с отстрочками. Но потом передумала, потому что все-таки жакеты я ношу пореже. А вот платье, особенно из шерсти, можно носить практически круглый год. Осенью, зимой, весной всегда будут уместны, и еще они очень теплые. Так что решила сшить платье, вот только нужно было придумать, какой фасон, потому что, повторюсь, что ткани у меня было всего 1,6 метра. Я покупала ее уже готовым отрезом в магазине Дисконт в центре Брависсима на распродаже. Ну, то есть там такие отрезы как бы уже бывают с браком, бывают без брака. Ну, вот ограниченный метраж получается, и ты больше взять не можешь. То есть вот сколько было, все мое. Ну, вот попробуем с вами сшить платье. Надеюсь, что рыхлость и мягкость ткани в этом фасоне сыграют нам на пользу. Вот таким образом выглядит перемоделированная полочка. Про моделирование будет отдельное видео, ссылочку я оставлю в инфобоксе на тот случай, если вам понравится идея и вы захотите ее повторить. Это перемоделированная спинка, здесь я меняла только горловин. Самая интересная часть платья это центральная часть полочки, вставка верхняя, на которой я решила сделать машинную вышивку. Поскольку я сама дизайн изготавливать не умею, то всегда подбираю подходящие среди готовых. И на этот раз я взяла дизайн сумочки клатча. Там был вот один дизайн такой прямоугольный, и еще был треугольный для клапана. Мне понадобился прямоугольный, он как раз практически идеально подходил. Я немножко его увеличила на 15%. Можно было, конечно, и больше увеличивать, но поскольку увеличение происходит пропорционально, то когда у нас дизайн немножечко расширяется, он, естественно, подрастает и в длину. И мне это уже не подходило, поскольку я хотела, чтобы вышивка занимала участок от талии до вершины выреза. Ну вот как раз 15% получалось. Вышивала на отрывном стабилизаторе плотностью 50-55 грамм на метр. Также я дополнительно проклеивала всю деталь тонким бумажным дешевым флизелином. Здесь нужно очень хорошо стабилизировать, потому что ткань рыхлая, и она ползет во время вышивки. А поскольку у нас дизайн имитирует кружево, то у нас узор должен как бы один переходить в другой, и не должно быть никакого смещения волокон основного материала. Поэтому нужно очень качественно стабилизировать. Я не стала использовать водорастворимый стабилизатор в качестве основы, потому что не хотела стирать деталь. Края рыхлые, я переживала, что они осыпятся. В узоре я использовала три оттенка светлых ниток. Белые, молочные и бледно-розовые. Мне кажется, пока не знаешь, это незаметно. Но как только сказали, сразу видно, что рисунок играет разными оттенками. Машинную вышивку можно заменить, например, широким кружевом. Я видела в продаже ленты шириной 30-40 см. Очень изящного кружева. Его закрепляем мы также по бокам и еще по всему полотну, по тайными стежками, чтобы оно не отставало от основной детали. Также можно использовать ткани наподобие жаккарда или гобелены. Там вытканы красивые узоры. Либо можно просто использовать какой-то яркий принтованный материал. Давайте перенесем линию складки на полочке с одной стороны на другую. Делаю я это с помощью стежков-силков. Контрастной ниточкой прометываю линию складки. Отчерчиваю с обеих сторон. И потом растригаю стежки, ниточки, таким образом, чтобы у нас часть ниток была на одной стороне, а часть на другой. И вот так у нас получится перенести хорошо складочку. Также я прошила выточки на полочке. Глубину выточки заутюживаю наверх. Ткань у меня шерстяная, поэтому слабина на вершине выточки сутюживается очень легко. По-прежнему рекомендую вам портновский окорок. Это специальная такая подушка, набитая опилками. Отлично подходит для обработки выточек. Заложила складочку по той линии, которую мы с вами прометывали и отмечали в начале. Перегнула, видите, складочку на изнаночную сторону. И выметала сгиб косыми стежками. Пока не приутюживаю, просто вот на сметке будет. Центральная часть переда у меня идет уже с цельнокроенной обтачкой верхнего среза. Обметала край и также обметала нижний срез, который подшивается к талии. Сейчас я хочу вметать центральную деталь переда в основную деталь, но только вот по нижней части нашего прямоугольного среза. Прикалываю булавочками боковые части полочки к центральной части, просто чтобы накинуть деталь на манекен и посмотреть, что же получается в итоге. В принципе, неплохо. Единственное, мне кажется, что вот эта вставка с вышивкой, она немного длинновата. Я бы хотела, чтобы она была сантиметра на 4-5 покороче. Если вы будете использовать кружево, жаккард или просто какую-то яркую ткань, вы, конечно, сможете выкроить деталь нужного вам размера. Но у меня был готовый дизайн машинной вышивки, поэтому приходится искать компромиссы. И я решила, что раз у меня будет пояс, пояс как раз на талии закроет немножко вот этой вот кружевной вставки, и платье будет выглядеть более гармонично. То есть вставочка станет покороче за счет того, что ее прикроет поясок. Чтобы соединить центральную деталь с глубинами складок, я восстанавливаю припуски. Кстати, по всем срезам я делала припуск 1,5 см. Из-за того, что ткань рыхлая, ну и потому что все-таки фасон такой мной придуман, и мало ли что, где-то, возможно, понадобится выпустить лишние 5 мм. Поэтому сделала припуски пошире. Сейчас восстанавливаю размер припусков, чтобы было удобнее подшивать. Сначала притачиваю центральную деталь по нижнему срезу, он же талиевый, причем не заходя на вот эти вот наши боковые припуски. То есть ровно по талиевому срезу. Теперь нам с вами нужно выполнить надсечку на основной детали платья, чтобы мы с вами могли развернуть эту деталь и прошить уже по вертикальным срезам. После разреза мы с вами можем развернуть деталь и соединить, получается, внутреннюю часть нашей складочки с боковым срезом центральной детали. Укладываем вот таким образом срез вдоль среза, скалываем, сметываем, и прошивать будем лицевой стороной, то есть вот этой вот деталью с разрезом к себе, вверх. Потому что мы с вами должны видеть, где у нас идет надрез, чтобы аккуратно вокруг него прошить на машинке. В этой области я буду уменьшать длину стежка, потому что нам с вами нужно прошить максимально близко к точке разреза. Вот здесь вот хорошо будет видно. Сейчас я уменьшу длину стежка. И мелкими стежочками мы с вами и удачно выполним этот маневр. Я вот даже, видите, закрепку делаю. И еще здесь будет более крепкое сцепление материалов, потому что мелкий стежок, он по сути является такой закрепкой в этой области. Я сделала закрепку, потому что у меня ткань рыхлая, и я переживала, что в области разреза она может рассыпаться. Поэтому решила закрепить. Но вообще, наверное, закрепка здесь нежелательно, потому что все-таки, если не получится с первого раза прошить этот шов с поворотом ровно на 90 градусов, придется распарывать. А распарывать закрепку долго, и также можно повредить материал. Поэтому все-таки лучше, наверное, шить без закрепки, просто перед поворотом уменьшить немного длину стежка, и вот прошить мелким стежочком. Видите, я немножко не дошивала до конца строчки, потому что у меня там еще не была отогнута наизнанку, и не приутюжена цельнокроенная обтачка верхней части центральной детали. Сейчас я ее вот как раз приутюжила, и закончу строчку. Вообще, при пошиве этого платья я частенько какие-то участки лишний раз скалывала, смотрела, что получается, и только потом прошивала, потому что моделировала сама, и не была уверена, что получится то, что я задумала. Я так смело утюжу детали по лицевой стороне, потому что у меня на утюге надета тефлоновая насадка, которая защищает ткань. Припуски швов, вот эти вертикальные, обметала вместе на оверлоке. Теперь переходим к обработке горловины спинки. Это обтачка горловины спинки и одновременно разреза на спинке. Приколола детали лицевой стороной к лицевой стороне. Кстати, обтачки у меня продублированы дублерином плотностью 40 грамм на метр. Срезала припуск до ширины 5 миллиметров, проложила функциональную строчку, то есть закрепила обтачку за припуски, и теперь скалываю складочку, которая у нас будет по центру спинки. Также, видите, я прошила еще края обтачки вместе, чтобы она у нас замкнулась в единое целое. Припуски нижнего шва на обтачке нужно разутюжить, а глубину складки по середине спинки распределить равномерно, вправо и влево от центра спинки, потому что складочка у нас встречная. Наметываю нижнюю часть обтачки на спинку. Там же у меня еще красиво уложенная встречная складка. Просто хочу немножко застабилизировать этот участок, пока буду с ним работать. Также сейчас прометываю складку, потому что нам с вами нужно будет глубину, заложенную при крое, красиво распределить вправо и влево от линии середины, поскольку складка у нас встречная. И сделать это будет проще, если мы с вами прометаем линию. Теперь перехожу к плечевым швам. Поскольку мы с вами заранее обработали обтачками спинку, на полочке у нас обтачки это внутренние части складок, сейчас нам с вами нужно прошить плечевые швы одновременно и на платье, и на обтачке. Втачала рукава в проймы. В принципе, корректировки были обычные для меня. Поднимала рукав на 4 см относительно проймы в области подмышки. Чуть позже подошью пуговку, а петельку сделаю из ниточек брит. Оставлю в инфобоксе мастер-класс на изготовление таких петелек. Пока я примеряла платье, когда втачивала рукава, то мне пришла в голову идея отстрочить вот этот вот краешек складочки. То есть получается от талии вниз отстрочить складочку, как мы это делаем, например, на брюках со стрелками. То есть отступаем от края буквально, наверное, 1 мм. Я это делаю с помощью вот такой лапки с ограничителем справа и прокладываем машинную строчку длиной стежка. Ну, я где-то на 3,5 мм, наверное, увеличила стежок, чтобы он такой длинненький был. Мне кажется, такая остренькая складочка будет смотреться очень красиво. А вот выше талии, там, где у нас уже кружевная деталь, там лучше складку не отстрачивать. Хотя, конечно, смотрите, как вам нравится больше, но мне хотелось именно на груди оставить мягкую складочку. Хотела дополнительно украсить платье крупными пуговицами, но у меня их было всего 3 штуки, поэтому ничего интересного не получилось. Мы с вами переходим к обработке низа. Поскольку ткань у меня осыпается, я решила укрепить ее флизелиновой бейкой, выкроенной по косой. Бейку приутюживаю свободно, без натяжения, даже немножко позволяя ей ужаться под струей пара. То есть здесь главное, чтобы мы бейкой не стянули наш срез. Моя бейка как раз подходит для костюмно-платильных тканей, поэтому я ее и использую в данном проекте. Здесь важно учитывать, чтобы дублирующие материалы по плотности подходили к основным, и ни в коем случае не были плотнее, или толще, или грубее той ткани, из которой мы с вами шьем. Подшиваю низ потайным ручным стежком. В данном случае я использую усложненный вариант стежка, он как бы двойной. Первый стежок шажок просто в сторону, и второй стежок на этом же месте за крепочком. В верхней части центральной детали мне пришлось немножечко настрочить складку с изнаночной стороны на центральную деталь, потому что здесь проходит самая выпуклая точка груди, платья на этом месте как бы складочки распахиваются и выглядят некрасиво. Нужно их застабилизировать. Далее перехожу к поясу с пряжкой. Пояс уже сшила, сейчас я его приутюжу и отстрочу. Пряжку я буду обтягивать вручную. У меня на канале есть подробный ролик на эту тему, я оставлю на него ссылку, потому что там я показываю поэтапно. Сейчас я покажу просто обзорно, как я это делала, потому что по сути первый этап делается легко и просто. Мы с вами на машине прошиваем рамку, растригаем внутри, вставляем пряжку, и далее начинается самый интересный трудоемкий процесс, потому что нужно закрепить потайными ручными стежками ткань вокруг пряжки с изнаночной стороны, чтобы это получилось не слишком толсто, при этом крепко и красиво. Ну, в общем, смотрите ссылочку в инфобоксе. Дублерином я проклеила лоскуток, который будет с лицевой стороны, просто чтобы с лицевой стороны пряжка выглядела более четкой, твердой, такой вот хорошо, плотно обтянутой. А изнаночный лоскуток я не дублировала. Опять же, чтобы сохранить мягкость и тонкость срезов. Далее мы с вами прошиваем на машине с помощью односторонней лапки еще одну рамку, теперь уже по внешнему периметру пряжки. У меня, видите, лоскуток с изнаночной стороны небольшого размера, поэтому я шью как бы по изнанке. Теперь нужно припуски с изнаночной стороны срезать до ширины 1-2 мм, но смотрите так, чтобы они не рассыпались. А внешние припуски тоже немножко подрезаем, подгибаем наизнанку и таким образом вот ручными потайными стежками их прячем, формируя нашу пряжку. Платье закончено, оно получилось полуприлегающего силуэта. Немножко расклешенная была выкройка, но мне кажется, вот так в готовом виде этого особо и незаметно. Я предполагала, что буду носить его с поясом, но в принципе и без пояса оно тоже красиво смотрится. Также мне очень нравится, как здесь получились плечи и рукава. У Бурды иногда бывают такие выкройки, когда вроде бы свой размер, но вот плечи и рукава как будто узковаты, и даже сама выкройка чуть меньшего размера. Ну просто, наверное, тогда платье более прилегающего силуэта. А здесь силуэт полуприлегающий, и платье имеет такую красивую аккуратную свободу, и эта свобода, заложенная в выкройке, на мой взгляд, гармонично сочетается с тем фасоном, который я придумала смоделировать. И в итоге получилось, на мой взгляд, очень такое законченное, необычное, немного в советской стилистике платье, при этом оно может быть и офисным, и повседневным, и еще теплым, потому что сшито из шерсти. Под грудью я оставила складочки свободными, потому что мне, в принципе, изначально хотелось создать вот этот эффект свободы и воздуха, но в верхней части складки пришлось закреплять на машинке, потому что они распахивались. Возможно, из-за того, что я уменьшила объем по груди, возможно, просто из-за самой конструкции, потому что незакрепленные складки всегда разваливаются. Но, тем не менее, мне все-таки нравится, как смотрится эта вставка, даже с учетом того, что пришлось немножко ее подшить. Платье получилось универсальной длины, поэтому оно хорошо смотрится и с поясом, и без. Мне даже больше нравится вариант без пояса, потому что тогда все складочки лежат свободно. Также я закрепила складки, но уже потайными ручными стежками в области талии, чтобы они на этом участке лежали аккуратно и не разлетались в стороны. Можно было бы, в принципе, оставить их и свободно лежать, но мне показалось, что надо их немножко приструнить. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом видео подошло к концу. Большое спасибо за внимание. Я была рада снимать для вас это видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»